Добрый вечер студия телеканала Видное ТВ продолжает свою работу и сегодня мы поговорим о работе организации, которая занимается обеспечением безопасности на воде. В нашей студии Станислава Михайловна Петровская, майор Восвод, руководитель дайвинг-центра «Аквариум», инструктор Международной Федерации по дайвингу, инструктор Восвод Российской Федерации, постановщик водных трюков. Здравствуйте. Здравствуйте. И Денис Владимирович Белкин, руководитель департамента профилактики безопасности на водных объектах Исполнительного комитета Восвод Московской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Тема интересная и важная. И прежде чем начать говорить по существу, углубляясь уже в нашу сегодняшнюю тематику, я хотела бы познакомиться с вами поближе, как с нашими героями. Станислава Михайловна, расскажите о себе. Вот этот большой список ваших должностей или званий ко многому обязывает, во-первых. Но я думаю, что это очень интересно. И нашим телезрителям тоже будет интересно узнать, кто вы. Я давно занимаюсь водой. С 1996 года. Ну, относительно давно. И в Осводе я работаю 13 лет. Так получилось, что по роду своей деятельности несколько раз приходилось и доставать, и спасать граждан из-под воды, и на воде. И я познакомилась с подмосковным Восвод, и мы начали, естественно, сотрудничать. И потом я поняла, что, в общем, это и полезно, и почетно, и это моя жизнь. Ну, кроме того, поскольку уже много лет мы работаем в этой области, стало понятно, что нужно молодое поколение воспитывать, потому что, особенно в 90-х, этого ничего не было. Был такой общий развал. И я просто, у меня даже в окружении утонуло несколько человек на воде. Поскольку я боюсь высоты, как это ни странно, я пошла в глубину. И занимаюсь этим давно, профессионально. У нас есть свой дайвинг-центр. У нас есть школа юных водолазов-спасателей. Мы восстанавливаем эту историю, которая в 70-х годах очень процветала в СССР. И у нас есть много воспитанников, которые служат, которые работают за рубежом, которые работают спасателями в московском и подмосковном Восвод. И, в общем, есть чем гордиться. Вопрос от любопытных. Сколько было у вас погружений? На какую глубину? Ну, поскольку мы в эфире, я вам не могу сказать точно, потому что есть стандарты определенных погружений, безопасных на воздухе. До 56 метров. А если говорить по секрету, то пришлось в одно касание доставать человека с большей глубины. Там азотный наркоз, такая есть история, когда приходится поднимать у людей, наступает опьянение от азота, ну, примерно как опьянение от алкоголя. И кто-то выключается, кто-то себя ведет неадекватно, поэтому, ну, пришлось поглубже замырнуть. А если говорить о технических погружениях, то сейчас рекорды ставят на сотни метров. И мы знакомы с человеком, который в советское время на 363 метра зоныривал. На воздухе, еще раз повторяю, безопасно нырять, когда кислород не токсичен, до 56 метров. Спасибо. Денис Владимирович, расскажите о себе. Я пришел в организацию порядка 15 лет назад. Начинал спасателем непосредственно, общественником. После чего, по воле одной из своих специальностей, начал работать с детьми. Работу с детьми сначала на водоемах, после чего мы переключились на работу по школам, по учебным заведениям уже, по техникам, училищам. Понял, наверное, что это мне нравится. Со временем эта работа начала давать определенные результаты. Были очень интересные случаи, про которые расскажу. Дети после занятий в школах, именно по профилактике безопасности на воде, приходят домой и начинают учить своих родителей. Детям это очень нравится. Родителям, как правило, те, кто знал приемы спасения и приемы первой домедицинской помощи, уже забыли. Ну и как бы нормы изменились. Принимали участие во многих мероприятиях по спасению людей. Бывало, и хоть мы спасатели на воде, бывало, что приходилось принимать участие в спасении на пожарах и так далее, тому подобное. Но, вас вот, организация, которой более 140 лет. Вот к истории мы сейчас и перейдем. Мне очень интересно было готовиться к эфиру, потому что, ну, естественно, я просмотрела источники разные, возникновения этой организации. Расскажите нам о том, как эта организация возникла. Ну, вкратце, да. Да, вкратце, конечно. В конце 60-х годов 19-го столетия, когда начало очень бурно развиваться коммерческое мореходство, стало понятно, что очень много аварий, в том числе и императорское мореходство. И суда часто гибли у берегов, и местные жители не могли помочь. И силами кронштадтских моряков было организовано общество погибавших моряков на водах, то есть тех, кто тонул на судах. И, в частности, такой энтузиаст, путешественник, он научный деятель, адмирал Константин Пассиет, у него французские корни, его родители осели в императорской России. И он в 70-х годах потрясающе сделал шаг. Он договорился с православной католической церковью, российской, о том, что совместно будут собраны так называемые кружечные пожертвования. И собрал к 71-му году около миллиона рублей. Это сумасшедшие деньги. Вот, по-моему, Денис знает, да, тогда, сколько стоило корову и лошадь. Да, чтобы сравнить, какая огромная сумма пожертвований была собрана. Ну, корову и лошадь примерно стоили 3-5 рублей. Ну, сами понимаете, в те времена корову и лошадь – это были основные кормилицы семьи. Вот, и на эти деньги было организовано общество профессиональное, школа открыта под патронажем вдовствующей императрицы тогда уже. Это был 1800, если я не ошибаюсь, 71-й год. А в 72-м году было официальное открытие, было так называемое первое собрание. Поэтому первая дата такая, которая, как это ни странно, совпадает, это 9-е мая – это день императорского общества спасания погибавших на водах. То есть в этот день был праздничество праздничества? Немножко теперь уже нет, но тогда это было так, потому что это было 9-го мая. Было какое-то время, когда вот, ну, не было вообще никакой организации? Да, к сожалению, было. Освод процветал до октября 1917 года, и было открыто более 170 постов по России, императорский освод. Были школы, выходили издания, и во всем мире, особенно в Европе, очень считались этим обществом. Оно было вот среди моряков, среди судоходства императорских коммерческих судов очень таким почетным. И, соответственно, когда пришли большевики к власти, они практически уничтожили общество. Но, удивительным образом, как это ни странно, Владимир Ленин в октябре 1918 года издал указ, что остатки, потому что гибли и уже в молодом большевистском государстве начали тонуть люди из суда, и остатки имущества перешли в видение РСФСР тогдашнего. И самый расцвет, потом началась Гражданская, потом Великое Отечественное. И перед войной, перед Второй мировой, все выпускники и те, кто... Ну, еще была организация ДЮСАФ, если вы помните, и совместно с Восводом, все эти выпускники встали под ружье. И на их основе были организованы подводные, вот эти батальоны подводных пловцов, на самом деле. Современный Восвод. Современный Восвод. Вот в 70-х годах процветал очень хорошо, 70-е, 80-е. 70-е, да. Потом начались 90-е, все разворовали. То есть, был период, вот это как раз, когда ничего не было. Да, я вот возьму слово. В 90-е годы, после перестройки, да, во время перестройки, Восвод расформировали вообще. Оставалось единицы энтузиастов, то есть, сейчас есть некоторые из них живы, одни из старейших членов Восвода считаются. И Восвод, можно сказать, умер. Но, я хочу отметить, у нас на данный момент один из руководителей, нынешний звание генерала Восвод, Каленов Роман Ильич, это человек, который обнаружил все архивы в совсем непригодном состоянии, спас их. Мы их отцифровали. Отцифровали, разобрали, сохранили, и на основании этих бумаг уже был создан, точнее, продолжал традиции Восвода. Сейчас, конечно, Восвод приобретает свою былую мощь, многие вступают в Восвод, много проводится работ по предприятиям, по школам. Сейчас вот даже первые школьники, с которыми мы работали, сейчас уже отслужили в армию, пришли в армию и приходят к нам в организацию. Вы говорите, вступают в Восвод, то есть, это как любая общественная организация, туда можно приступить в любой числе. Да, волонтеры, в том числе дети. Мы восстанавливаем школу юных Восводовцев уже, всероссийское общество, это был Восвод СССР, а у нас есть Восвод и белорусская организация наша, дружественная, тоже очень мощная. И, в частности, подмосковный Восвод очень сильная организация. Вот, например, года два назад, точно не могу сказать, но мне кажется, это так, в Ленинском районе тоже Восвод стало слово такое, во время авиатуры чаще звучать. Нас, как телевизионщиков, начали приглашать на съемки ваших мероприятий. Сейчас в Ленинском районе Московской области, в частности, вот на сколько разве, сколько вас? Давайте я расскажу. Как раз вот где-то примерно два года назад к нам пришел молодой человек. Энтузиаст. Да, энтузиаст. Ныне он председатель Восвода Ленинского района, Плевеев Алексей Анатольевич. Пришел и говорит, хочу вступить. Ну, тоже человека приняли на уровне общественного спасателя. Ну, человек смог развить Восвод. В Ленинском районе было проведено занятие по школам. Причем, насколько я знаю, они дали результаты. Я знаю, что эти занятия проводятся достаточно регулярно. Регулярно, поставлено регулярно. Мы участвовали даже в таких занятиях. За этот год, за этот год, то порядка полутора тысяч детей прошли обучение. Именно по приемам оказания первой медицинской помощи, приемам спасения на воде. Есть свои нюансы, есть свои секретики. Спасение на льду, в частности. Спасение на льду, да. Потому что проводятся занятия как по летнему купальному сезону, так и по зимнему приюду. Мы были на нескольких занятиях. И одно мы сейчас с вами посмотрим. Посмотрим урок безопасности во второй школе. Съемка еще февральская. Ну, и освежим в памяти, и потом продолжим наш разговор. Хорошо. Урок безопасности был организован районным обществом спасения на водах и отделением МЧС Ленинского района. В ходе 40-минутной лекции только полезная информация. Как спасать и оказывать помощь провалившимся под лед. Как вести себя, оказавшись в экстремальной ситуации. И на что обращать внимание, чтобы в нее не попасть. На водоемах есть приметы, которые говорят вам о том, что это опасные места. Это лед нехарактерного цвета. Это район камышей. Это район спусков. Ленинское отделение Всероссийского общества спасения на водах было организовано не так давно, в конце 2018 года, при поддержке главы муниципалитета Валерия Венцеля. Первое мероприятие, в котором участвовали специалисты общества, проведение крещенских купаний. Урок безопасности – очередная инициатива, направленная на повышение безопасности нахождения людей на водоемах. Было подписано соглашение между администрацией Ленинского района и нашей организацией о совместном обеспечении безопасности на водных объектах, за контролем на водных объектах и различные мероприятия по обеспечению безопасности. Опять же, на водных объектах, с школами, с детскими садами, с различными другими учреждениями. Наглядные пособия, демонстрация видеоматериалов – постоянный повтор того, что наиболее важно. В занятии приняла участие актриса, телеведущая, каскадер Асман Дерибаш. Она является чемпионом мира по нахождению в холодной воде. Час Асман провела в ледяной проруби, а потому ее советы как практика особенно важны. Чтобы сохранять спокойствие, помните о том, что ваша одежда продерживает вас на поверхности еще некоторое время, пока она не нагоднет полностью. Подобные лекции раньше проводились в школах района. Они стали хорошим дополнением к урокам по основам безопасной жизнедеятельности. И это приносит определенные плоды. По мнению представителя Босвод Московской области, наш муниципалитет – один из самых благополучных. В Ленинском районе, как и во всех остальных, работы хватает. Есть дети, есть отдыхающие, есть санкционированные и не санкционированные места отдыха у воды. Ну и в соответствии с поведением. По практике, по статистике в Ленинском районе достаточно дисциплинированное население. Несмотря на это, обороты поведению профилактической работы будут только нарастать. За зиму многие привыкли без страха передвигаться по льду. Но зима на исходе и совсем скоро это может привести к печальным последствиям. Проведение одного из первых уроков безопасности поведения на льду именно в этой школе актуально как никогда. Учебное заведение находится на берегу пруда, где местные жители за зиму проложили несколько тропинок. Теперь гражданам придется побороться с искушением пройтись по льду, срезать путь и сэкономить несколько минут. По словам представителя Босвод Московской области Дениса Белкина, в ближайшей перспективе намечено создание в Ленинском районе клубов юных спасателей. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Сюжет был снят в конце февраля. И вот к теме зимы мы еще вернемся, да, и к теме опасности вот как раз в зимнее время. Мне интересно, вот эти уроки, насколько вы видите, каков положительный отклик детей на этих уроках? Детям интересно. Детям интересно, и что самое главное, когда во время урока ведутся еще и практические занятия, для них, вот для младших классов в игровой форме, для средних и старших классов чуть-чуть в другой форме, но они учатся пользоваться средствами спасения. Они запоминают, что можно использовать из пазовоучных средств вместо средств спасения. Они учатся элементарным вещам, даже порядку оказания домедицинской помощи, потому что сейчас разработаны новые стандарты искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. Дети даже если запоминают 10% информации, данной им на уроке, или если, как мы им говорим, если вам хоть раз в жизни пригодится эта информация, и вы кому-то спасете жизнь, вы станете маленькими героями. Мы, кстати, были на открытии станции, которую открывали в деревне Дроздово, и у нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Это случилось в начале сентября, и я думаю, что будет не только интересно посмотреть, но потом и прокомментировать этот сюжет. В этой короткой памятке содержатся меры безопасности на водных объектах в летний период. И пусть сезон уже заканчивается, эти правила важны знать каждому, чтобы обезопасить свой отдых. Будем раздавать памятки отдыхающим, потому что здесь периодически, регулярно отдыхают люди на воде. Здесь, конечно, купаться запрещено, но они купаются. Мы понимаем, люди могут быть и в нетрезвом виде, и на лодках плавать. Это, конечно, опасно, нужно их об этом информировать. Сотрудники ГИМС, ВОЗ Вода и МЧС России совершили объезд по реке, и буквально сразу был замечен первый отдыхающий на моторной лодке. Дмитрий Муров вводит катер уже давно и о правилах поведения на воде никогда не забывает. Безопасность на воде и вести на здоровый образ жизни. И выспать жилет. Безопасность на воде превыше всего, однако люди об этом часто забывают. Жилет спасает жизни многих отдыхающих, и сотрудники ГИМС решили напомнить им о главном, о безопасности. Обязательно судно должно быть или лодка укомплектована всякими спасательными средствами, жилеты. Люди обязательно должны находиться в жилетах. По статистике, за этот год в водоемах района не утонул ни один человек. Во многом благодаря тому, что профилактические беседы с отдыхающими регулярно проводятся в учреждениях муниципалитета. Сотрудники ВОЗ Вода совместно с МЧС, с ГОЧС Ленинского района проводят обучающие семинары в школах. Также работа ведется в зимний период с рыбаками, с подлёдными, кто выходит на лёд люди. С отдыхающими. Выбираясь на рыбалку, дело не обходится без костров. Свежевыловленная рыба сразу идёт на наваристую уху. Или же любители искупаться разводят огонь, чтобы согреться. В профилактической работе с отдыхающими принимал участие инспектор надзорной деятельности в области пожарной безопасности МЧС России Иван Рыбинков, который напомнил правила обращения с огнём на природе. Помимо этого он рассказал о том, что в следующем году здесь появится необходимое для сотрудников МЧС сооружение. Конкретно на данном месте в следующем году силами администрации Ленинского района будет организован пожарный пирс для обеспечения пожарных подразделений в целях тушения пожара. К поездкам на моторных лодках и купанию всегда нужно подходить ответственно. Порой даже те, кто умеет плавать, может пострадать из-за собственной беспечности и незнания правил безопасности. Такие рейды позволяют отдыхающим ещё раз вспомнить об осторожности на водоёмах. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Интересно. Когда ты не перебила тебя, очень можно часто видеть, что взрослый в жилете, а на ребёнка просто нет. То есть, когда, например, на каком-то плавательном прессе? На скутере, на лодке. Это вообще недопустимая история. Держи лето, выход на воду запрещен. И были просто несчастные случаи именно по халатности родителей. Поэтому сюжет замечательный. Это прямо надо доносить до взрослых. А наказание какое-то есть для людей, которые... Ну, есть штрафы, но они, конечно, незначительные у ГИМСа. Это в компетенции Государственной инспекции маломерных судов. Тут важно, вот, правда, доносить информацию о том, что безопасность на воде также нужно соблюдать, как безопасность на дорогах. В нашей практике просто неоднократно было так, что в одном плавосредстве несколько людей, и те, кто были в жилетах, все выжили. Те, кто оказался без жилетов, по воле случая, им не хватило, погибли. У нас еще есть одна очень важная тема. Ноябрь подходит к концу, и хотя календарная зима немного запаздывает, но все-таки когда-то лед встанет. Уже встал. Уже встал. До 4 сантиметров на некоторых водоемах. Вот давайте мы сейчас расскажем нашим телезрителям, насколько, какой вообще опасный период существует, да, когда можно будет, и как определить это наступление безопасного периода, и вообще как себя вести сейчас нужно вот вблизи водоемов и на первом льду. Поскольку зима только начинается, я уже наблюдаю на водоемах, я живу рядом с прудом. Камни, булыжники бросают не только дети, бросают и взрослые. Проверить толщину льда, это не дает ничего, потому что даже ребенок весит много. И визуально всегда можно определить, насколько это плотный лед. Если он прозрачный и темный, то понятно, что он еще очень тонкий. На лед выходить можно тогда, когда он не менее 5 сантиметров. И то это должен быть человек не очень грузный. Очень вербаки любят, они ждут, чтобы лунку просверлить и так далее. Если лет больше 10 сантиметров, можно выехать на каком-то легком транспорте даже. И всегда это видно. Он, как правило, плотный, прозрачный, нерыхлый. Если еще, не дай бог, снегом припорошило, то лучше на такие участки не заезжать. Пока не встанет хороший мороз. Долго не продержится, хотя бы неделю, полторы, две. Ну да, потому что снег имеет свойство термоса. И, как правило, где на тонком льду большое скопление снега, там тонкий лед. Ну да, кроме того, на больших водоемах, где двигается вода, лед гудит и трещит. Там, где трещит лед, туда, конечно, лучше не заходить. Это видно там вот на Клязьминском водохранилище. Калязин славится этим, там лед гудит прямо, потому что течение сильное под водой. Там, где сильное течение, там бывают промоины. И тоже можно провалиться. Ну, это, наверное, говорят все и всюду, но я еще раз повторюсь. Если вы провалились под лед, возвращаетесь по тому пути, откуда вы пришли. Никогда не пытайтесь выбраться на незнакомый участок. А вообще самостоятельно выбраться, насколько возможно? Возможно, если не тратить драгоценные секунды. И не паниковать. И не паниковать. Одно из самых важных правил в любом экстренной ситуации, о чем мы не уставая детям говорим. Главное в экстренной ситуации не паниковать. И первое, что нужно сделать, пока есть силы, звать на помощь. К сожалению, утопающие молчат. Это только в кино они. А в основной своей массе из опыта, и я знаю, и Денис знает, они молчат. И, как правило, зовут на помощь те, кто это видит. Поэтому, когда есть силы, нужно звать на помощь. Если сил нет, необходимо выбираться по тому пути, по которому вы пришли, и попытаться избавиться от одежды, которая тянет вас вниз. То есть первое, что нужно сделать, это снять тяжелую шубу, куртку, которая вас тянет вниз. И тут несколько минут у вас будет в запасе. Потому что еще, кроме того, что тянет вниз вода, переохлаждение – это тоже очень серьезный фактор, по которому у людей сводят ноги судорогами и так далее. Выбираться на лед, надо, вот основное правило, надо попытаться при попадании, когда из воды ты выпрыгиваешь на лед, надо занять максимальную поверхность. То есть горизонтальную поверхность. Горизонтальную, да. Закинуть ногу и попытаться боком перекатиться. Либо попытаться закинуть переднюю часть тела, корпус на лед, после этого опять-таки перекатиться. Ни в коем случае, после того, как вы вылезли на лед, ни в коем случае нельзя сразу вставать. Либо ползти, либо перекатываться. Опять-таки стараться, чтобы прикосновение вашего тела, площадь соприкосновения со льдом была как можно больше. Но не так страшно. Ну, конечно, необходимо выбраться. Но после того, как человек выбрался из холодной воды, после того, как у него было переохлаждение, ни в коем случае вот бытует распространенное мнение, что тут же надо пить горячий чай, куда-то идти в баню. Ни в коем случае. Это большой шок для организма. И происходит именно... Некротизация тканей. Поэтому лучше холодной воды, прохладной. С холодной водой, постепенно поднимая температуру. То есть, как вы только вас начало знобить, это говорит, что ваш организм приходит в норму. После этого повышается температура воды, теплое полотенце можно укрыться, ни в коем случае не пить горячий чай сразу, горячие напитки. То есть, все температурные влага или внешние воздействия на организм происходить должно плавное поднятие температуры. Да, существует очень много споров на эту тему, в том числе в международной практике. Но статистика говорит, что вот такие горячие напитки могут вызвать просто так называемый термический шок и внезапную остановку сердца. Даже у здорового человека. Мы еще не сказали о том, как же все-таки должны себя вести те, кто приходит на помощь. А, да, конечно, это очень важно. То есть, если вы хотите прийти на помощь, прежде всего нужно не бояться ее оказать. И здесь действует точно такой же принцип. Максимальное распределение, то есть, нужно лечь на лед и ни в коем случае не тянуться рукой, чтобы вас не затащили под лед. Надо найти какой-то предмет, шарф, ветку. Ремень. Ремень. Что-то, что вас оградит от утопающего. Чтобы вы могли бросить ему и вытащить его. Чтобы он вас туда не затащил. Потому что были случаи на тренировках у нас, когда изображающий утопающего спасатель просто затаскивал новичка, который неправильно делал какие-то упражнения связанные. То есть, это очень легко сделать, булькнуть туда. Для детей, казалось бы, да, ребенок или там молодой человек, юноша, он меньше весит, он идет туда. Для детей основное правило. То есть, так как человек пострадавший, если взрослый, а человек, оказывающий ему помощь, молодой, да, там, юноша или еще что-то, то это неотъемлемое правило. То есть, чем больше веревка, чем дальше вы сделаете предмет, которому оказываете помощь, которому помогаете вылезти. То есть, это несколько связанных курток. Несколько шарфов связанных. Даже в идеале, в идеале... Удлинить рычаг надо. Да, удлинить рычаг. В идеале, вот, пока это все готовится, вот мы детям на уроках рассказываем, используйте подручные средства. Пока человек будет подготавливать рычаг, киньте пострадавшему 5-литровую бутылку, мячик, любое плавучее средство, это ему, во-первых, снизит панику, во-вторых, позволит ему оставаться на плаву. Спасибо большое. И еще небольшая тема, но я думаю, что для вас она большая тема, но у нас осталось слишком мало времени. Я знаю, что вы еще занимаетесь очисткой водоемов. Да. Вот буквально несколько слов об этом перед окончанием. В Ленинском районе было проведено восводом именно работы в жилищном комплексе «Зеленая аллея», жители плюс спасатели восвода, плюс водолазы, было очищено урез воды, то есть береговая зона почищена, водоема, да, там, конечно, еще очень много работы, потому что район жилой большой, насколько мы знаем, и единственное место отдыха воды. В следующем году планируется серьезное мероприятие по именно очистке дна. Акватории пляжей. Да, дна акватории, пляжей именно в Ленинском районе. Вообще вот подводные эти работы кто осуществляет? Наши спасатели, водолазы-спасатели, у нас специально есть оборудование, металлоискатель подводный, то есть мы поднимаем металл, мы режем, если нужно, чтобы люди не поранились, если какие-то острые предметы, и очень много поднимаем мусора. Очень много, очень много мусора, причем это работа очень сложная. То есть физически, да, физически такая работа непростая. Понятно. Ну и обратиться к телезрителям, к нашим, я думаю, что нужно обязательно, чтобы в преддверии зимы сказать им напутственные слова. Не относитесь халатно к воде. Вода не прощает ошибок. Совет для рыбаков. Для вас элементарно добавить к своему снаряжению просто веревку с двумя гвоздями. Вот это вам может спасти жизнь. Детки, элементарно с ними провести инструктажи. Не так сложно указать и рассказать им первые приметы слабого льда. Рассказать элементарные приемы спасения. Еще раз проработать с ними, чтобы они запомнили телефонные. Телефонная служба спасения. Потому что основная задача ребенка, это если он увидел, что человеку нужна помощь, позвать ее. Позвать на помощь. Ну и взрослым, еще раз говорю, рыбакам, потерпите чуть-чуть. Не рискуйте своей жизнью. Я бы хотела просто пригласить всех жителей Ленинского района, потому что есть курсы спасателей, волонтеров. Можно прослушать их и иметь такую достаточно специфическую, но очень необходимую информацию для этого. А детей хочу пригласить в школу юных спасателей. Когда она появится, я думаю, что мы обязательно о ней расскажем. Есть канал на ютубе, у вас вот Ленинского района. Следите за новостями. Следите за новостями там. И всех желающих приглашаем, как и в местную организацию, так и в московскую областную организацию. А бывают мероприятия областные. Добро пожаловать. Вам всегда рады. Спасибо. Спасибо вам большое за интересную беседу. Очень много полезной информации сегодня. Я думаю, услышали наши телезрители. А я нашим телезрителям желаю хорошего вечера, всего самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин